Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Ольга Ерохина. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медики фиксируют в Норильске всплеск заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Из-за критической нагрузки на первичное звено в городских поликлиниках частично приостановили оказание плановой медицинской помощи. Те, кто заболел в эти дни, пытаются дозвониться в колл-центр поликлиники, чтобы вызвать врача на дом или приходят на прием сами, пополняя многочисленные очереди в доврачебные кабинеты. Меньше чем за месяц количество пациентов увеличилось примерно в три раза. Это нетипичный такой всплеск февраля. Он у нас как-то не наблюдался даже в 2021 году. На сегодняшний день действительно поражает какая-то масштабность. Количество вызовов на дом у нас увеличилось практически в три раза по сравнению с предыдущими, даже декабрем. За прошлую неделю поступило звонков для обслуживания на дому 1003. Против в периоды с 17 до 22 их было всего 160. Инфекция не щадит никого. И вдобавок к кадровому дефициту ряды медиков поредили из-за больничных. Чтобы обслуживать батальоны пациентов на помощь в кабинеты неотложной помощи или на дистанционное обслуживание по телефону, направили тех, кто имеет компетенцию работать с пациентами с ОРВИ и право выписывать листы нетрудоспособности. Приостановлена плановая медицинская помощь. В частности, это работа физиотерапевтического отделения, это отделение по спортсооружениям, это работники дневного стационара. Сегодня рассматриваем вопросы по привлечению врачей-специалистов, которые также обучены, имеют лечебное дело и прошли обучение 36 часов по ковид-инфекции. Ложка меда в бочке дегтя – это то, что симптоматика ОРВИ, среди которых грипп и коронавирус, в целом стала легче. Если раньше пневмония при ковиде была обычным делом, то теперь ее диагностируют гораздо реже. Это омикрон, более заразный штамм, но все же более легкий. Он щадит легкие. Да и привитые горожане болезнь переносят легче. За последние недели пневмонии стало значительно меньше. Прямо буквально единицы. Отметим также, нормативы теперь позволяют дистанционно оказывать пациентам консультации и оформлять больничный на срок до 7 дней. Продлить его можно уже при личном приеме. Но не во всех случаях консультации по телефону достаточно. Кроме приема в кабинете, каждый врач посещает до трех десятков пациентов на дому. Врачи надеются, что в течение двух-трех недель количество заболевших уменьшится. Нагрузка на врачей сейчас очень велика. Работать приходится без выходных. И медики просят проявлять терпение и сдерживать негативные эмоции. Ведь тяжело сейчас приходится всем. И тем, кто болеет, и тем, кто лечит. Будем надеяться, что общими усилиями мы на сегодняшний день с таким подъемом заболеваемости справимся. Рост заболеваемости – это повод подумать о своем здоровье. Чтобы вакцинироваться было еще проще, в центре города на Ленинском-16 открылся новый прививочный кабинет. Одним из первых там ревакцинировался мэр Норильска Дмитрий Карасев. Подробности далее. Новый пункт вакцинации не успел открыться, как уже принял десятки горожан. В первые часы работы кабинета прививку поставили около 30 человек. Среди них был и градоначальник. Я на самом деле очень сильно надеюсь на то, что горожане им будут активно пользоваться и ставить вакцину или ревакцинироваться. На сегодняшний день у нас есть куда стремиться. Порядка 60% только у нас вакцинировано население. Нам необходимо минимум до 80%. Поэтому данный пункт дает полностью основания всем воспользоваться и прийти в свободное время и получить эту вакцину. Пункт открылся специально для того, чтобы разделить здоровых горожан и болеющих пациентов больниц. Поэтому теперь в поликлиниках на Талахской 76 и Солнечном 7 не будут вакцинировать от коронавируса. В центральном районе будут работать два пункта. На Кирово 19 и на Ленинском 16. Отметим, в новом кабинете предъявлять QR-код на входе не нужно. Так что горожане могут обращаться за первичной вакцинацией. В пункте будут работать два врача, четыре медсестры и два администратора. Один врач готов принимать около 100 человек в день. На сегодняшний день большое внимание уделяется вакцинации, продолжению вакцинации. Сегодня на территории гам-ковид-вак или спутник ВИИ имеется. Поэтому на ревакцинацию пациенты в том числе указывают на повторную ревакцинацию также гам-ковид-вак. Поэтому можно на выбор и спутник ВИИ, и лайт. Лайт тоже предназначен для переболевших и на ревакцинацию. Врачи напоминают, вопрос вакцинации сегодня актуален как никогда. Нагрузка на медицинский персонал возрастает значительно. Медицинский персонал такие же люди, жители нашего города, которые также заболевают. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на средства защиты. Берегите себя, берегите своих близких. И если мы этого не будем делать, то очень долго будем бороться с этой эпидемией. Пункт вакцинации на Ленинском-16 будет работать 7 дней в неделю. В будние дни с 8 утра до 8 вечера, а выходные с 10 утра до 5 вечера. Артём Тютюников, Николай Ухин, Евгений Журнов. Итоги недели. Ещё одна обсуждаемая тема сейчас – цены. Дорожают и одежда, и обувь, и электроника. Но главное – продукты питания. Инфляцию обсудили на общегородской планёрке. Подробности далее. Норильчане давно привыкли к ценникам, которые существенно выше, чем в других регионах. Все понимают, сказывается удалённость от большой земли, трудность доставки. Но в последнее время жалобы на увеличение стоимости продуктов звучат всё чаще. Начальник управления потребительского рынка и услуг Ирина Чичерина отмечает – рост цен зафиксирован по всей стране. За 2021 год был зафиксирован беспрецедентный рост цен на продовольствие во всём мире, подчёркиваю, за последние 40 лет. То есть такого не было, практически мы не помним, и никто не помнит никогда. Конечно, самое главное – это то, что произошла пандемия, нарушились производственные цепочки, как следствие отсутствия дешёвой рабочей силы. Пандемия прошлась по всем поставщикам продуктов. Рентабельность компании, по словам Ирины Чичериной, снизилась с 6 до 3%. Несмотря на то, что выручка от повышения цен на продукты растёт, прибыль падает. Работодатели повышают зарплаты сотрудникам, автоматизируют производство. Как следствие, продовольственная инфляция по стране на конец 2021 года составила 10%. Цены будут расти и дальше. Хорошо хоть не такими ударными темпами. Эксперты обещают нам, что 10% на будущий год, скорее всего, не будет, потому что всё будет зависеть, опять-таки, от пандемии. Ожидается продовольственная инфляция, ожидается где-то в районе 5-6%. Что касается норильских цен, Ирина Чичерина подчеркнула – нет и никогда не было смысла сравнивать наш город, например, с Калугой или Липецком. Анализ проводится только в сравнении с Красноярским краем и другими северными и моногородами. А там рост цен зачастую ещё выше. У нас беспрецедентный рост – это капуста, почему-то она у нас такой вот лидер. Поднялась на 85%, а в других городах, в Сургуте – на 195%, в Новом Уренгое – на 113%, ну и только в Магадане – на 35%. По итогам доклада глава Норильска Дмитрий Карасёв дал Управлению потребительского рынка поручение. Нужно обращать внимание также на необоснованный рост цен. Понятно, что он везде состоялся, и Норильск не исключение. Но здесь вы, собственно, знаете, как это делать, поэтому обращайте и фиксируем эти необоснованные, и тогда уже разбираемся непосредственно с конкретными точками, где это происходит. В Норильске готовятся к долгожданному возобновлению жилищного строительства. Работа будет вестись в рамках комплексного плана социально-экономического развития города. Сейчас власти ищут подрядчика для строительства четырёх новых домов. Администрация Норильска разместила информацию в единой информационной системе в сфере закупок о проведении открытого конкурса на строительство четырёх среднеэтажных многоквартирных жилых домов. Два из них планируется построить в Центральном районе по адресам Лауреатов 56 и Лауреатов 58, и ещё два в Толнахе на Спортивной 4 и Спортивной 6. Подрядчик должен будет провести строительство под ключ – от инженерных изысканий и проектирования до самого строительства. Возвести дома подрядчик должен к 15 декабря 2024 года. Приём заявок на участие в тендерах продлится до 21 февраля. Согласно техническим заданиям, на строительство домов выделено 2,3 млрд рублей. Заказчиком выступает городское управление по реновации. Тем временем продолжается демонтаж аварийного здания на Богдана Хмельницкого, 14. Четырёхэтажный кирпичный дом давно уже признан аварийным и расселён. На его месте планируется возвести здание в том же архитектурном стиле. Какую работу в Норильске можно выполнять постоянно, но так и не закончить? Речь об уборке снега. И хотя в этом году его выпадает меньше, чем в прошлом, управляющим компаниям, которые очищают от сугробов и накатов дворы и дороги, работы хватает. Тему обсудили на общегородской планёрке. Согласно договорам управления, управляющие компании в первую очередь очищают подъездные пути. Вывозят порядка 15% снега. Качество снегоуборки устраивает не всех. Так, с начала года в управление городского хозяйства поступило 15 обращений. Большинство из них уже отработаны. В круглосуточном режиме осуществляет работу отдел оперативного контроля, управление жилищно-коммунального хозяйства, по которому жители могут сообщать информацию о возникающих нареканиях к работе управляющих организаций, в том числе по вывозу снега. Телефон 437057. По поступающим обращениям производятся, в том числе, выездные и ежедневные мероприятия. Обращения, поступившие таким способом, находятся до контроля, до полного их исполнения. Ежесуточно на уборку снега выводят до 60 единиц дорожной техники. В первую очередь производится патрульная очистка от снега проезжей части, тротуары, автобусные остановки, посадочные площадки на них, пешеходные переходы, спуски, подъемы, повороты для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта по проезжей части. С начала этого года всего вывезли 123,5 тысячи тонн снега. Около 84 тысяч из центрального района, 27 из Толнаха и 11 из Каиркана. Отметим, это существенно меньше, чем в прошлом году. Здесь роль сыграли погодные условия. Артем Тютюников, Никита Левенец. Итоги недели. Пожарные назвали предварительную причину Толнахского пожара, унесшего жизни двоих детей. Тему обсудили на общегородской планерке. Там же доложили и о криминогенной обстановке в городе. В минувшем январе в Норильске произошло 23 пожара. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И все же нынешняя картина страшнее. В недавнем пожаре в Толнахе погибли двое детей. В настоящее время у нас следственными органами проводится проверка, возбуждено уголовное дело. Но при непосредственно нашем прибытии, участии, как мы установили, скорее всего, дверной звонок в общем коридоре, вот в этом общем тамбуре квартиры, который был запитан на 220 вольт медного исполнения, медной проводки, и где в общей коробке коридора подходило все к алюминиевой разводке уже квартиры. Никита Тяпкин добавил, весомая доля пожаров происходит именно по причине устаревшей электропроводки. Основные причины пожаров тоже у нас характерны. Распределились следующим образом. Аварийный режим работы электрооборудования 12, примерно 50%. Неисправность систем, узлов и механизмов транспортных средств 7. И 4 неосторожные обращения с огнем. В свою очередь глава Норильска дал соответствующее поручение. Надо здесь тоже делать акцент в муниципальной программе, этим работам выделять большее внимание кузовной проводке. Что касается криминогенной обстановки, в январе в дежурную часть поступило почти 4,5 тысячи заявлений. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Совершено 165 преступлений. Большая часть носит имущественный характер. Однако есть среди них и преступления против здоровья и жизни. За месяц зафиксировано 5 фактов причинения умышленного вреда здоровью и 4 убийства. Все преступления раскрыты по горячим следам. Три из них совершены в новогодние праздничные дни. Конечно, это очень высокий показатель преступности против жизни и здоровья граждан. Мы здесь, к сожалению, переплюнули даже город Красноярск, который за весь период праздников дал всего два преступления по статье убийства. Стоит отметить, что раскрываемость остается на типично высоком для Норильска уровне. Сегодня она составляет чуть менее 74%. Ольга Ерохина, Николай Охин, Никита Левенец. Итоги недели. В 15 километрах от Толнаха продолжается разработка Мукулаевского месторождения. Там Норникель будет добывать известняк, который необходим для реализации крупнейшего экологического проекта компании – серной программы. Как идет строительство, узнавала Екатерина Алексеева. Впервые нас привезли на Мукулаевское месторождение. Казалось бы, добыча известняка не так важна, как добыча полезной руды. Однако известняк именно с этого месторождения поможет самому масштабному экологическому проекту Норникеля – серному проекту. Сегодня известняк добывают на шахте известняков рудника «Каирканский» – 875 тысяч тонн в год. Этого вполне хватает на операционную деятельность дополярного филиала для производства цемента и нужд металлургических переделов. А вот серная программа потребует куда больше материала – примерно 5,5 миллионов тонн в год. Предполагается, что Макулаевское месторождение будет давать около 6,5 миллионов тонн. Перед тем, как зайти на данный проект, была проведена геологическая разведка данного месторождения. По периметру были у нас пробурены скважины, была обнаружена мощность данного месторождения, и оно было рассчитано по потребности именно в части серного проекта. Это у нас экологический проект в части обеспечения материалом для серного проекта. Приступили к отработке с 16 июня данного года, 2021. Разработка месторождения идет полным ходом. Так, сейчас проводятся вскрышные работы. Проще говоря, снимается поверхностный слой почвы, под которым находятся полезные ископаемые. К концу года 625 тысяч тонн этих пород будут уложены в отвал. Идет строительство инфраструктурных объектов, транспортного сообщения и электросетей. Пришлось срезать поверхностный слой почвы, но это не значит, что у экологии нанесен ущерб. Этот слой будет храниться на складе, а после полной отработки карьеры его используют для рекультивации. У нас проект прошел экологическую экспертизу. Прошли все общественные слушания, нареканий со стороны общественности не было. И предвещая вопрос относительно охотников и рыбаков, то у нас заключено пятистороннее соглашение со всеми администрациями, на территории которых расположен рудник. Площадь месторождения составляет порядка 12 квадратных километров. В первом квартале 2022 года добудут первые 40 тысяч тонн известняка. К 2024-му этот показатель увеличится до 2 миллионов 300 тысяч тонн. А к 2026-му проект выйдет на свою запланированную максимальную мощность. Отметим, лицензия на право Норильского обеспечивающего комплекса пользоваться недрами для разведки и добычи известняков Макулаевского месторождения действует до 2037 года. Старый склад сырья, рудника «Маяк» до 1 мая будет полностью стерт с лица Норильска. Сегодня там ведутся демонтажные работы в рамках большого экологического проекта Норникеля «Чистый Норильск». Какие еще ветхие объекты промзоны скоро перестанут существовать, расскажем далее. Склад сырья рудника «Маяк» эксплуатировался более 30 лет, а возраст самого объекта – около полувека. Сегодня он, во-первых, не пригоден для использования по назначению, во-вторых, занимает слишком много места. Площадь постройки – 4300 квадратных метров. И, ко всему прочему, этот ветхий объект травмоопасен. На объекте задействована в данный момент специализированная техника, экскаваторы с гидромолотами, с гидроножницами, самосвалы, погрузчики. Впоследствии для плагировки объекта будет задействована также бульдозера. На сегодняшний день здесь порядка 10 человек трудятся вместе с водителями специализированной техники, газорезчики, монтажники. На ведению порядка благоволит сама природа. В этом году сильных морозов не было, поэтому техника работает исправно, без сбоев. Отходы от демонтажа вывозят на промышленные отвалы заполярного филиала. Металлолом перерабатывают и сдают на площадке единого складского хозяйства. В дальнейшем транспортируют в дудинку. Склад сырья – это не единственное ветхое сооружение, которое станет историей в этом году. На 2022 год запланирована очень большая глобальная работа, в частности по Толнаской площадке, уборка всех породных отвалов, рудников, наведение их в соответствующее состояние, всех свалок, ликвидация, демонтаж зданий. Также продолжаем работать на площадке Наденческого металлургического завода «Старый город». Напомним, экологическая программа Норникеля «Чистый Норильск» действует меньше года и уже проведена гигантская работа. Так, в прошлом году расчистили почти миллион квадратных метров территории. Это сопоставимо с площадью 140 футбольных полей. Убрано 247 тысяч тонн строительного мусора и 37 тысяч тонн металлолома. Неудивительно, что проект оценили и на федеральном уровне. Так, недавно вице-президент компании Андрей Грачев объявил, что локальная программа становится частью большого федерального проекта «Чистая Арктика». Решение было принято на уровне управления администрацией президента Российской Федерации по общественным проектам. При всем этом работа, по сути, только начинается. Норникель намерен потратить на уборку более 40 миллиардов рублей и максимально расчистить территорию от всего старого и бесполезного. 1860 норильских девятиклассников прошли итоговое собеседование по русскому языку. Этот устный экзамен является допуском к ОГЭ. Какие испытания проходили школьники и что делать тем, кто не смог пройти собеседование, расскажем в следующем сюжете. Итоговое собеседование проходило во всех 36 школах Норильска. В аудиториях чувствовалось волнение. Кто-то спешно повторял материал, кто-то надеялся на высшие силы. Перед девятиклассниками стояли следующие задачи. Описать картину, выразительно прочитать текст, пересказать его и провести диалог с преподавателем. И все это под пристальным взором эксперта и непрерывную аудиозапись. Главная цель собеседования – проверить коммуникативные навыки школьника. Готовиться многие начали заблаговременно. Как, например, Мурат Османов. Готовить нас начали месяц назад. Волнение, конечно, до сих пор присутствует. Надеюсь, что я сдал. Итоговое собеседование ребята проходят с 2018 года. Каждый год педагоги стараются создать для учеников максимально комфортные условия. Например, диалог школьники ведут с теми учителями, которых хорошо знают. Непринужденная обстановка помогает будущим выпускникам полностью раскрыть свои возможности и свести волнение к минимуму. Со стороны школьников полная отдача. Дети наши относятся к этой процедуре, к итоговому собеседованию, достаточно серьезно. Потому что вот и сегодня, несмотря на погодные условия, несмотря на актировку по 11 класс, наши девятиклассники пришли в полном составе. Всего на 2022 год в Норильске по интересному совпадению 2022 девятиклассника. Но прийти на собеседование смогли не все. Остальные дети у нас отсутствуют по разным причинам. Но основная причина это на сегодняшний день, к сожалению, это болезнь. Очень много детей болеют. Вторая причина – это дети отсутствуют на каких-то соревнованиях регионального, краевого и российского уровнях, соревнованиях, олимпиадах, конкурсах. Ребята, которые отсутствовали по уважительной причине, или же те, кто не прошел собеседование, смогут наверстать упущенное 9 марта и 16 мая. Суд вынес приговор Норильчанину, который в сентябре решил погоняться с госавтоинспекторами и слишком увлекся. На него завели сразу пять административных дел и одно уголовное. Все началось с банального, на первый взгляд, ДТП. Автомобиль ВАЗ врезался в дом номер 37 по Ленинскому проспекту. Очевидцы вызвали полицию, заподозрив, что водитель был под шофе. И они оказались правы. Как только молодой человек увидел патрульную машину, он дал по газам в надежде скрыться. Впрочем, погони в стиле американских боевиков не получилось. Преследуемый очень быстро въехал в металлическое ограждение. Не отчаявшись, он попытался сбежать на своих двоих. Бегуна схватил сотрудник ДПС. В ответ тот повалил полицейского на землю и ударил. Впрочем, шансов на побег не было. Подоспели горожане. Беспокойного парня задержали. Итог. Пять административных материалов. За пьяное вождение, отсутствие страховки и документов на право управления авто, непристегнутый ремень и невыполнение требований полиции. Это потянуло на штраф в 32 800 рублей и лишение прав на полтора года. Впрочем, воспользоваться автомобилем норильчанин не сможет в любом случае. За применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, суд приговорил его к полутора годам лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Тем временем перед судом в Норильске предстанет очередной мошенник. На этот раз за нехитрую схему сдачи чужих квартир. В полицию обратилась 22-летняя девушка. Она разместила в соцсетях объявление об аренде жилья. В тот же день ей позвонил мужчина и предложил сдать квартиру за 21 тысяч рублей в месяц. Условия норильчанку устроили. Осмотрев жилплощадь, она рассчиталась с мужчиной и забрала ключи. Каково же было ее удивление, когда однажды, придя домой, она обнаружила настоящего владельца жилья. Как оказалось, квартиру сдали в наем посуточно на пару дней. И за это время ушлый квартирант ее пересдал. Девушка написала заявление в полицию. Позже в ходе расследования выяснилось, что она не первая попалась на удочку. Аналогичным способом мужчина обманул другую горожанку. Теперь ему грозит наказание по статье «Мошенничество». На Толнахском стадионе «Солнышко» открылась лыжная трасса. Она организована по аналогии с дорожкой, которую обустроили на стадионе «Заполярник» несколько недель назад. Тему продолжит Артем Тютюников. Решение о закрытии основного здания лыжной базы «Ольгуль» было принято в конце прошлого года. Трассы остались, вот только кататься-то могут те, у кого есть свое спортивное оборудование. А что делать остальным? По поручению главы Норильска сначала лыжная трасса с прокатом была организована на Заполярнике в Центральном районе. Идея так понравилась норильчанам, что решили обустроить еще одну точку для массового катания на лыжах. На этот раз в Толнахе. Мы трассу также нарезали, но здесь занималась только спортивная школа, секция лыж, и общеобразовательная школа тоже здесь некоторые проводят по весне лыжную подготовку. Нет, мы не ограничивали, то есть жители приходили, посещали нашу лыжную трассу, но это со своими лыжами, то есть приходили, катались и выходили. А именно организованный пункт проката – это впервые. Лыжные дорожки уже накатаны воспитанниками спортивных школ. Наши тренировки проходят в основном на лыжной базе Ольгуль, но иногда мы пользуемся стадионом «Солнышко», потому что он нас выручает. Бывает, что дети учатся во вторую смену, и мы не успеваем с ними ехать на лыжную базу. Поэтому мы приходим на «Солнышко», здесь переодеваемся и занимаемся на «Солнышке». Конечно, это тоже большой плюс дает, особенно когда ребята делают трассу и все под рукой. Сегодня трассы и пункт проката оборудования открыты для всех желающих. В наличии 170 пар лыж как детских, так и взрослых, вплоть до 46 размера. Стоимость проката демократичная – 200 рублей. График работы ежедневно с 10 до 20 часов. Стоит отметить, трасса будет работать по погодным условиям. Всю актуальную информацию можно получить на официальном сайте и страничках в социальных сетях спортивного комплекса «Толнах». Артем Тютюников, Александр Вори. Итоги недели. В Норильске прошел традиционный заполярный фестиваль спортивной борьбы. Спортсмены соревновались в трех дисциплинах. Примечательно, что в этом году в соревнованиях приняли участие не только норильчане, но и ребята из Новосибирска. Не так часто норильским ребятам удается потягаться со спортсменами из других городов. Сказывается удаленность города от материка. В этом году заполярный фестиваль спортивной борьбы подарил такую возможность. Гостям из Новосибирска, в свою очередь, тоже было интересно сразиться с норильчанами. В данных мероприятиях мы участвуем впервые. Наши ребята впервые приехали в Норильск, в Толнах. А так мы участвуем также в сибирском федеральных округах. По вольной борьбе у нас ребята участвуют во всероссийских соревнованиях. Ну, не первый раз. Это потому что уже возраст. Ребята уже занимаются не меньше пяти лет. На состязании спортсмены не только демонстрируют судьям свои бойцовские навыки, но и подтверждают уровень спортивной квалификации. Участвуют у нас две команды, сборная Новосибирска, сборная Норильска. Четыре представителя спортсменов из вольной борьбы, четыре спортсмена из греко-римской борьбы и четыре спортсмена дзюдо. Общий зачет. Получается 12 встреч. И по очкам, которые будут заработаны в каждой весовой категории, будет определяться команда победителя. Для каждого участника соревнований определены несколько соперников. И один из них не носит кимоно. Это волнение, которое может уложить на лопатки самого сильного спортсмена. Ну, волнение такое сложное, но я справился с ним. Надо сначала за собой двигать, а потом уже делать свой прием. Я приехал в Норильск первый раз, и я не знал, кто мой будет соперник, но я все равно как-то подготавливался к этому. И, в принципе, волнение было, конечно, но всегда стараюсь не волноваться, так как волнение очень мешает. За два дня соревнований было разыграно 55 комплектов медалей в разных весовых категориях. По итогу матчевых встреч с результатом 8-4 победу одержала сборная команды Норильска. Артем Тютюников, Александр Вори. Итоги недели. Музей Норильска объявил победителей нового творческого сезона полярной арт-резиденции. Семь резидентов представят свои проекты в нашем городе с марта по декабрь. Подробнее расскажет наш корреспондент. Мифология снежного Норильска. Документация пейзажа. Деревня, о которой никто не знает. Это лишь часть проектов, которые будут реализованы в полуарте в этом году. С марта по декабрь в Норильск будут приезжать творческие деятели из четырех городов России. Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Томска. Так Людмила Михайловна создаст аудиовизуальную инсталляцию. Маргарита Макарова пригласит погрузиться в историю коренных народов Севера. Стас Бакс организует серию туристических походов на природу вместе с горожанами. Владимир Селезнев в рамках проекта «Зимний сон и его обитатели» порадует открытыми мастерскими. Лукия Мурина переосмыслит индустриальный пейзаж. Алексей Павлов будет искать взаимосвязь роста популяции птиц в городе в качестве вестника глобального потепления. А Андрей Чугунов создаст медиаинсталляцию, документирующую процесс познания в ходе чтения в общественном транспорте. Бум резиденции вызвал, по-моему, огромный бум художников или тех людей, которые себя ими называют. Но наша резиденция, благодаря очень суровому отбору и высокой конкуренции, считается одной из самых престижных, судя по отзывам, которые мы видим в профессиональном российском сообществе. Поэтому считается, что к нам попасть очень трудно. Стоит отметить, в этом году в резиденции не обошлось без новшеств. Мы думаем, что мы будем разворачиваться в сторону цифровизации, в сторону более технологичного искусства. Конечно, и другое будет присутствовать, но мы как бы флешим, маячим в этом профессиональном сообществе, что мы заинтересованы в этом повороте. И мы учредили третью номинацию. Она называется «Полярные реальности». И мы пригласили художников через синтез искусства и науки, синтез искусства и медиа, новых технологий. Напомним, полярная арт-резиденция «Поларт» — это большая программа музея Норильска по поддержке современного искусства, действующая с 2016 года. Ежегодно в проекте принимают участие творцы со всех уголков страны. И всякий раз предлагают горожанам свое видение севера в целом и Норильска в частности. Этот сезон обещает быть не менее насыщенным. Артем Тютюников, Никита Левенец. Итоги недели. 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. В этом году во всех регионах страны пройдет ряд масштабных мероприятий. Разумеется, наш город не остался в стороне. Так, в публичной библиотеке прошел иммерсивный спектакль «Охотник и дух ночи». Среди зрителей была и наша съемочная группа. «Иммерсивный спектакль» — это одна из форм интерактивного театра, где зритель становится участником действа. И его не просто погружают в сюжет, а отводят в ведущую роль. Именно зритель определяет развитие сюжета. На этот раз от смекалки гостей библиотеки зависела, спасет ли Тойгу свою возлюбленную Сюнуме и злаб злобного духа Нга. В спектакле сыграли актеры театральной студии «Да», а над сценарием работала библиотека. Его написали на основе традиций и мифов народов Севера. За основу я взяла вечный сюжет, классика. Я думаю, что Александр Сергеевич Пушкин меня не осудит за то, что я воспользовалась сюжетом Руслана и Людмилы. То есть там, получается, некая злая сущность похищает девушку, и три героя, среди которых жених девушки, они едут, идут спасать ее. Фактически у нас так и получается. То есть дух ночи похищает главную героиню, и три друга отправляются на ее спасение. Гости приобщались к культуре народов Севера не только на спектакле. О бытии и традициях рассказали на всех этажах библиотеки. Представители различных этносов пригласила Нганасанская родовая община, «Нятанца», которая познакомила горожан с народными музыкальными инструментами. Долгане играли в народные подвижные игры, энцы устроили снежную битву, эвенки угощали всех желающих национальной едой. А ненецкая семья Тоги из Тухарцкой тундры показала, как изготавливать оберег, куклу Нухуко. Сегодня у нас проходит интерактивная программа «Хозяин тундры». Это мы выиграли совместно с библиотекой нашей центральной города Норильска «Грант» по линии администрации города Норильска. Соответственно, мы приобщаем наших детей, молодежи к культуре коренных народов Таймыра. Именно в этот период времени, когда идет встреча Нового года, мы встречаем первые лучи солнца, у нас происходит обновление жизни, природы. И, соответственно, у нас на Таймыре в эти дни проходят такие вот праздники культуры, традиции коренных народов Таймыра. Кроме того, всех желающих пригласили на большой праздник – День оленевода, который состоится 2 апреля в Дудинке. Программа обещает быть захватывающей. И культурный ликбез от пятиэтносов, и гонки на оленях-упряжках, и всеми любимые катания на санях. Артем Чутюников, Александр Вори. Итоги недели. У нас на этом все. Следите за нашими новостями на сайте norisk.tv. В студии была Ольга Ерохина. Всего доброго. Вакцинация сделает нас сильнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова